На каждом этапе заключения Уинстон знал или представлял себе, несмотря на отсутствие окон, в какой части здания он находится. Возможно, ощущал разницу в атмосферном давлении. Камеры, где его избивали надзиратели, находились ниже уровня земли. Комната, где его допрашивал О'Брайан, располагалась наверху, близко к крыше. А нынешнее место было глубоко под землей, может быть в самом низу. Камера была просторнее почти всех его прежних камер, но он не замечал подробности обстановки. Заметил только два столика прямо перед собой, оба с зеленым сукном. Один стоял метрах в двух, другой подальше, у двери. Уинстон был привязан к креслу так туго, что не мог пошевелить даже головой. Голову держало сзади что-то вроде мягкого подголовника, и смотреть он мог только вперед. Он был один. Потом дверь открылась и вошел О'Брайан. «Вы однажды спросили, — сказал О'Брайан, — что делают в комнате 101? Я ответил, что вы сами знаете. Это все знают. В комнате 101 то, что хуже всего на свете». Дверь снова открылась. Надзиратель внес что-то проволочное, то ли корзину, то ли клетку. Он поставил эту вещь на дальний столик. О'Брайан мешал разглядеть, что это за вещь. «То, что хуже всего на свете, — сказал О'Брайан, — разное для разных людей. Это может быть погребение заживо, смерть на костре, или в воде, или на колу, да сто каких угодно смертей. А иногда это какая-то вполне ничтожная вещь, даже не смертельная». Он отошел в сторону, и Уинстон разглядел, что стоит на столике. Это была продолговатая клетка с ручкой наверху для переноски. К торцу было приделано что-то вроде фехтовальной маски, вогнутой стороной наружу. Хотя до клетки было метра три или четыре, Уинстон увидел, что она разделена продольной перегородкой, и в обоих отделениях какие-то животные. Это были крысы. «Для вас», — сказал О'Брайан, — «хуже всего на свете крысы». Дрожь предчувствия, страх перед неведомым Уинстон ощутил еще в ту секунду, когда разглядел клетку. А сейчас он понял, что означает маска в торце. У него схватило живот. «Вы этого не сделаете!» — крикнул он высоким надтреснутым голосом. «Вы не будете? Не будете? Как можно?» «Помните?» — сказал О'Брайан. «Тот миг паники, который бывал в ваших снах. Перед вами стена мрака и рев в ушах. Там за стеной что-то ужасное. В глубине души вы знали, что скрыто за стеной, но не решались себе признаться. Крысы. За стеной были крысы». «О'Брайан!» — сказал Уинстон, пытаясь совладать с голосом. «Вы знаете, что в этом нет необходимости. Чего вы от меня хотите?» О'Брайан не дал прямого ответа. Напустив на себя менторский вид, как иногда с ним бывало, он задумчиво смотрел вдаль. Боли самой по себе, начал он, иногда недостаточно. Бывают случаи, когда индивид сопротивляется боли до смертного мига. Но для каждого человека есть что-то непереносимое, немыслимое. Смелость и трусость здесь ни при чем. Если падаешь с высоты, схватиться за веревку — не трусость. Если вы нурнул из глубины, вдохнуть в воздух — не трусость. Это просто инстинкт, его нельзя ослушаться. То же самое с крысами. Для вас они непереносимы. Это та форма давления, которой вы не можете противостоять. Даже если захотите. Вы сделаете то, что от вас требуют. Но что? Что требуют? Как я могу сделать, если не знаю, что от меня требуют? Но Брайон взял клетку и перенес к ближнему столику. Аккуратно поставил ее на сукно. Уинстон слышал гул крови в ушах. Ему казалось сейчас, что он сидит в полном одиночестве. Он посреди громадной безлюдной равнины, в пустыне, залитой солнечным светом. И все звуки доносятся из бесконечного далека. Между тем, клетка с крысами стояла от него в каких-нибудь двух метрах. Крысы были огромными. Они достигали того возраста, когда морда животного становится тупой и свирепой, а шкура из серы превращается в коричневую. Крыса, сказал Брайан, по-прежнему обращаясь к невидимой аудитории, грызун, но при этом плотоядная. Вам это известно. Вы, несомненно, слышали о том, что творится в бедных районах нашего города. На некоторых улицах мать боится оставить грудного ребенка без присмотра в доме даже на пять минут. Крысы непременно на него нападут и очень быстро обглужат его до костей. Они нападают также на больных и умирающих. Крысы удивительно угадывают беспомощность человека. В клетке поднялся виск. Уинстону казалось, что он доносится издалека. Крысы дрались, они пытались добраться друг до дружки через перегородку. Еще Уинстон услышал глубокий стон отчаяния. Он тоже шел как будто извне. Убрайан поднял клетку и что-то в ней нажал. Раздался резкий щелчок. В выступлении Уинстон попробовал вырваться из кресла. Напрасно все части тела и даже голова были намертво закреплены. Убрайан поднес клетку ближе. Теперь она была в метре от лица. Я нажал первую ручку, сказал Убрайан. Конструкция клетки вам понятна. Маска охватит вам лицо, не оставив выхода. Когда я нажму другую ручку, дверца в клетке поднимется. Голодные звери вылетят оттуда пулями. Вы видели, как прыгают крысы? Они прыгнут вам на лицо и начнут вгрызаться. Иногда они первым делом набрасываются на глаза. Иногда прогрызают щеки и пожирают язык. Клетка приблизилась. Скоро она двинется вплотную. Уинстон услышал частые пронзительные вопли, раздававшиеся как будто в воздухе над головой. Но он яростно боролся с паникой. Думать, думать, даже если осталась секунда, думать только на это надежда. Гнусный, затхлый запах зверей ударил в нос. Рвотная спазма подступила к горлу и он почти потерял сознание. Все исчезло в черноте. На миг он превратился в обезумевшее вопящее животное. Однако он вырвался из черноты, зацепившись за мысль. Есть один единственный путь к спасению. Надо поставить другого человека, тело другого человека между собой и крысами. Овал маски приблизился уже настолько, что заслонил все остальное. Сетчатая дверца была в двух пядях от лица. Крысы поняли, что готовятся. Одна нетерпеливо прыгала на месте, другая, коржавый ветеран сточных канав, встала, упершись розовыми лапами в решетку и сильно втягивая носом воздух. Уинстон видел усы и желтые зубы. Черная паника снова накатила на него. Он был слеп, беспомощен, ничего не соображал. Это наказание было принято в Китайской империи, сказал Убрайан, по-прежнему нравоучительно. Маска придвигалась к лицу, проволока коснулась щеки. И тут нет, это было не спасение, а только надежда, искра надежды. Поздно, может быть поздно, но он вдруг понял, что на свете есть только один человек, на которого он может перевалить свое наказание. Только одним телом он может заслонить себя от крыс. И он иступленно кричал раз за разом. Отдайте им Джулию, Джулию, отдайте им Джулию, не меня, Джулию. Мне все равно, что вы с ней сделаете. Разорвите ей лицо, обгрызите до костей, не меня, Джулию, не меня. Он падал спиной в бездонную глубь, прочь от крыс. Он все еще был пристегнут к креслу, но проваливался сквозь пол. Сквозь стены здания, сквозь землю, сквозь океаны, сквозь атмосферу, в космос, в межзвездные бездны. Все дальше, дальше и дальше. Прочь, прочь от крыс. Его отделяли от них уже световые годы, хотя у Брайан по-прежнему стоял рядом. И холодная проволока все еще прикасалась к щеке. Но сквозь тьму, объявшую его, он услышал еще один металлический щелчок и понял, что дверца клетки захлопнулась, а не открылась. Субтитры создавал DimaTorzok